Полюбить себя – это не сделать массаж, маникюр, педикюр, нарастить волосы, увеличить губы или что-то еще. Это вообще не об этом. Полюбить себя – это сначала вообще себя. Часто вообще звучит такая фраза – «надо быть собой». Я бы сказала так, прежде чем руководствоваться вот этой фразой, этим лозунгом «быть собой», как бы, а что такое «не собой»? Обратите на это внимание. Или, например, а собой-то как? Человек несчастлив именно потому, что он имеет эти иллюзии. И он никогда не будет счастлив, пока он не узнает. Человек, в первую очередь, должен обнаружить, насколько ему самим собой, вот когда он сам на сам. Если ему комфортно, если ему спокойно, если ему интересно, или он встает, а у него уже крутит, бежать-бежать нафиг куда-нибудь, куда-нибудь в какую-нибудь интересность, значит, есть что-то, что его пугает. И надо не убегать от этого, или тревожит, или ему что-то не нравится. А что не нравится? Ну, далеко не красавцы. Но за них говорит их харизма. И ты перестаёшь замечать их черты лица. Правильно, неправильно, рост, не рост, телосложение, качок, не качок. Но класс! Вот эта уверенность, эта подача, умение посмеяться над собой и над другими, быстро найти ответ, ощущение контакта с самим собой. Это и есть основа харизмы. Конечно, он всегда будет искать, кому приткнуться, кому прислониться, за что зацепиться. Давай посмотрим, как выглядит со стороны, вот ты, например, уверенный человек, у тебя хорошо, успешно, всё. И кто-то тебе говорит, давай я с тобой, а что ты не звонишь, а где ты была, а что ты не пишешь, а что там то, а почему без меня? Ты что начинаешь ощущать? Этот эгрегор развалится, и человек такой, что делать-то, куда бежать? Потому что холодно, пусто и страшно. Когда ты себя настоящего не знаешь, а знаешь себя только как образ. Что либо у меня должна быть новая сумочка, либо у меня должен быть вот такой товарищ, вот такого роста, не дай бог меньше, не дай бог не такой накачанный, не дай бог меньше зарабатывать, чем положено. То есть человек, он будет всегда прислуживать этим идеям. Первое, что я предлагаю сделать, нужно поставить себя, вот, например, если это касается вопрос взаимоотношений, найти какого-то человека, да, там, допустим, встретить какого-то, как, опять говорю, я даже не люблю фразу «найди вторую половинку», потому что нужно себя ополовинивать, не подписывайтесь под это. Но, тем не менее, берем тематику мужчина и женщина. И если вы женщина, включите мужской аспект и посмотрите вот этими мужскими составляющими, мужскими частотами себя, вот это и есть полюбить себя. А не то, что что-то такое поверхностное. Это, знаете, как, не надо путать косметологию, да, и хирургию, иначе это станет, как дело для патолога-анатома. Это будет слишком поздно. А надо всегда смотреть на исток, что явилось причиной, почему. И если вы этого не замечаете, вы всегда будете жертвой. Потому человек не сможет никогда полюбить себя, потому что все, что он может, он только может наполнять идею об этом полюбить. Важно узнать, что такое собой. Осознать, ощутить, стать этим ощущением. И когда вы в балансе, когда вы наполнены, вы излучаете вот эту гармонию, эту наполненность, эту целостность, которая во вне проявляется любовь. Да вот наверняка вы замечали такой парадокс, что куча целителей кидаются исцелять кого-то, чтобы только не заметить, насколько плохо им самим, насколько велики у них проблемы. Точно так же экстрасенсы, маги и так далее. Это побег от себя, просто он побег во что-то запретение. Она, эта идея, живет только за счет того, что она поглощает ваш свет, вашу светимость. По-другому она жить не может. Поэтому вы не представляете, насколько вы преданы и брошены сами собой. И именно поэтому вы проживаете эту брошенность и преданность во вне. Вы есть точка отчета, а не какой-то другой человек или какое-то другое место, или какое-то другое состояние, событие или ситуации. Это и есть присутствие, это и есть ключ к разотождествлению с иллюзиями. Продолжение следует...